Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать про подарочные сертификаты, про то, как организовать оплату подарочными сертификатами. Для начала нужно зайти в настройки НСЕ администрирования, здесь зайти в продажи и, соответственно, в розничных продажах проверить, что у вас установлена галочка использования розничных продаж и установлена галочка использования подарочных сертификатов. Дальше переходим в CRM-маркетинг и здесь есть виды подарочных сертификатов. Нужно завести собственный вид подарочного сертификата. Здесь вот уже один заведен, но покажу на примере, каким образом завести вид. Нажимаете кнопку создать, наименование пишите, допустим, сертификат на сумму 3000 руб. Пусть он так будет называться, чтобы было понятно. Сертификат на сумму 3000, здесь, соответственно, ставится сумма 3000 руб. Вот здесь не хватает немножко знаков. Лучше вот так вот сделать на сумму 3000 руб. Соответственно, ставится статья доходов, какая используется при продаже сертификатов. Допустим, это будет выручка от продаж. Ну, классический вариант. Дальше сертификат может быть использован однократно либо несколько раз для оплаты из нескольких чеков. Ну, то есть, хранится может остаток по этому сертификату в размере 3000 рублей. Вот. Либо только на 3000 рублей и как бы на любую сумму. Поэтому сертификат вы провели бы, проводите оплату. Ну, то есть, даже если чек там две с половиной будет, то сертификат все равно будет погашен. Вот. Соответственно, дальше любая номенклатура или номенклатура из сегмента и нужно задать шаблоны кодов подарочного сертификата. Допустим, указываем, что длина кода 5, напишем нижнюю границу и напишем верхнюю границу кода. Соответственно, по этим цифрам, да, там будет определяться, к какому сертификату относится штрих-код и вообще, когда вы печатаете сертификаты в типографии, на них, на каждом, соответственно, должен быть индивидуальный штрих-код либо магнитное какое-то значение. Вот. Нажимаем записать и, соответственно, можно перейти на вкладку подарочный сертификат и здесь уже создать подарочный сертификат вручную. Ну, мы это сделаем там через продажи. Покажу, покажу, как вам там это делается. Как это сделается через продажи? Соответственно, делается это следующим образом. Вы переходите в продажи, да, там, либо в рабочее место кассира, либо в чеке ККМ, нажимаете кнопку создать, создать чек, да, там, и здесь есть прочие операции и, соответственно, есть подарочные сертификаты продажи. Нажимаем продажи, программа просят открыть смену и после этого просит ввести сертификат. Ну, соответственно, вы здесь можете ввести любой штрих-код из диапазона, например, я веду там не 001, а 5, да, 005 ввожу и программа по вот этому штрих-коду по диапазону определяет, что этот сертификат вот именно относится к сертификату на 3000 рублей. Вот. После того, как я ввел сюда сертификат, вот в программе он вот здесь уже создан, однако статус у него стоит неактивирован и нет остатка, то есть есть сертификат на сумму 3000 рублей со штрих-кодом 405, у него статус неактивирован и остатка нет. Вот. Дальше, после того, как я оплачу этот сертификат, ну, то есть фактически его продам покупателю, пробью чек, то здесь в подарочных сертификатах будет указан статус активирован и ему будет назначен остаток. Вот таким образом это работает. Всё, теперь этот сертификат можно использовать для продажи. Посмотрим, как, каким образом этот сертификат использовать для продажи. Точно так же переходим в продажи, создаем новый чек, да, здесь вот уже есть тип документа, да, там обращу внимание, что тип документа реализация подарочных сертификатов. Вот. Не просто чек, а именно реализация подарочных сертификатов. Сейчас мы создадим стандартный чек ККМ. Соответственно, здесь мы подберем несколько товаров. Допустим, вот так. И вот так. Перенесем в документ. Вот у нас создаться документ на сумму 7200 рублей. Соответственно, часть этой суммы мы можем оплатить сертификатами, а именно 3000 рублей. И сейчас посмотрим, каким образом это сделать. Вот. Можно нажать кнопку оплатить сертификатом, но поскольку у нас сумма больше 7200 рублей, больше, точнее 3000 рублей, больше номинала сертификата, то лучше использовать кнопку смешанной оплаты. Соответственно, нажимаем кнопку смешанная оплата. Здесь появляется оплата подарочным сертификатом. Оплатить подарочным сертификатом. Мы нажимаем эту кнопку и ввести подарочный сертификат. Соответственно, можно ввести номер. Вот. Но здесь видите, да, то есть если я неправильно номер введу, то программа покажет, что этот сертификат не действующий, не активный. Вот. Если я введу правильный номер, вот таким образом, то программа покажет, что есть сертификат, что на нем есть номинал 3000 и есть остаток 3000, и что мы можем оплатить 3000 и останется нам 4200. Нажимаем кнопку перенести в документ. И здесь наличными 4200. Соответственно, вот у нас смешанная оплата. Общая сумма чека 7200, наличные 4200, сертификат 3000. Все, мы можем пробить чек. Вот. Можем пробить чек и после этого зайдем в виды подарочных сертификатов и убедимся, что наш подарочный сертификат полностью погашен. Вот. И также у нас, поскольку мы там ввели, ну вот, когда со сканера ввели какой-то номер, у нас создался неактивированный сертификат, который надо активировать. Ну, соответственно, такое бывает, что приходит покупатель, да, там с неактивированным сертификатом, но у него есть там на руках чек. Вот. И что-то такое произошло, что его нужно там активировать. Вот. Соответственно, здесь, здесь касательно этого подарочного сертификата, ну, во-первых, его можно распечатать. Таким образом это выглядит. Ну, этот формул вы можете поменять. Вот. Здесь полностью погашенный сертификат уже есть и, соответственно, в продажах можно посмотреть, что у нас вот пробился чек ЭКМ и мы можем, собственно говоря, нашу сегодняшнюю смену закрыть. Давайте закроем смену и посмотрим, что у нас получится. У нас получится следующее, да, что у нас, во-первых, обратите внимание, что сертификат не отображается в списке товаров, но отображается оплата, которая была проведена подарочным сертификатом. И, соответственно, во всех отчетах кассовых у вас будет сумма, что 3000 рублей погашена именно подарочным сертификатом. Вот, собственно говоря, вот таким образом это работает. То есть, для того, чтобы провести все эти данные, да, то есть нужно, что сделать для того, чтобы организовать продажу через подарочные сертификаты, нужно в НСИИ администрирования, в пункте меню продажи указать, что у вас действуют разночные продажи и подарочные сертификаты. Дальше в сервейном маркетинге вы вводите вид подарочных сертификатов, указываете его номинал и, соответственно, переходите на закладку шаблона штрих-кодов и здесь заводите диапазон. Программа по этому диапазону будет определять тот вид подарочных сертификатов, который действует. Дальше вы можете ввести сюда список подарочных сертификатов, либо организовать продажу подарочных сертификатов через чеки ККМ. Да, то есть у вас будет создаваться тип документа не чек ККМ, а реализация подарочных сертификатов. И это все будет отображаться в отчетах. Вот таким образом это работает в 1С управление торговлей. Используйте эту возможность. Также здесь указан вид оплаты смешанная. Вот, соответственно, здесь знаете, что там оплачена часть этого чека подарочным сертификатом. И после того, как вы закройте смены, создадите отчет о ручных продажах, у вас здесь, во-первых, не будет указан в списке товаров, что вы сертификат продали, но у вас с другой стороны будет указано, что оплата происходила подарочным сертификатом. Вот таким образом это все работает. Используйте этот механизм. Если вам нужно завести подарочный сертификат, или вы не знаете, как организовать этот процесс, обращайтесь к компании Кудрлайн. Мы с удовольствием вам поможем. Большое спасибо.